24 августа Украина отмечает День независимости. 26 лет назад Верховный Совет УССР принял акт провозглашения независимости Украины. Молодая страна, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, провозгласила курс на построение современного справедливого общества, свободной и открытой демократии, правового государства. Украина получила исторический шанс обрести реальную независимость, самостоятельно проводить внешнюю политику, выстраивать систему международного партнерства, формировать собственную внутриполитическую и экономическую стратегию. К сожалению, нынешние реалии свидетельствуют о том, что мечта миллионов украинцев, проголосовавших 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме за независимость Украины, так и не сбылась. Очевидны недопустимые просчеты нынешней власти. Слушая пафосные речи политиков о суверенности, самостоятельности, независимости, вспоминая обещания майданных лидеров о том, что после свержения диктаторского режима Януковича Украина станет по-настоящему свободной и независимой. Невольно задумываешься, не пора ли признать. Спустя более четверти века, после принятия акта о провозглашении независимости Украины, эпохального как по своей сути, так и по значению документа, Украина свою независимость утратила. Мне казалось, что независимое государство – это прежде всего, как говорил Тарас Шевченко, в своей хате и правда, и воля. Вот мы не будем ездить, согласовывать каждое решение в столицу, будем решать эти все вопросы сами. Страна будет демократическая, соответствующая, как мне казалось тогда, очень хорошей ментальности нашего народа, мягкого, доброго. И мы имели тогда примерно десятое место по развитию страны технологическому. И мне казалось, что мы имеем все возможности закрепиться в этой десятке лучших европейских стран. Но разве можно сегодня считать независимой страну, которая находится под внешним управлением и беспрекословно выполняет все требования и условия западных эмиссаров? Олигархи, восседлав ситуацию в обществе, привели к власти, начиная от национал-радикалов и заканчивая людей непрофессионалов, сформировав по клубным интересам институты власти и были свидетелем тому, когда к нам завозили квартиреров из-за рубежа. Что за этим стоит? Если мы думаем, что за этим стоит суверенитет украинской нации или суверенитет украинского народа, как это говорит о том, что мы должны защищать суверенитет, то это напряженный дом. Это мы просто потеряли свой суверенитет. Я не верю в чудеса, и я не думаю, что это станет швидко. Что мы можем претендувать швидко, в перспективе не надто далеке, можем претендувать на повернение соби хоть какой-то государственной субъектности. Нема. Мы просто объект интереса. Да, сегодня Украина является под внешним управлением. Фактически управление страной передано таким центром, как Вашингтон, Брюссель. И мы от этого в полной мере сегодня зависимы. В полной мере. И это самое страшное, что может быть, если говорить о суверенитете и независимости страны. Мы постепенно идем по пути превращения в колонию Запада. Я это говорил и повторяю еще раз. Это действительно так. А что мне дало право говорить об этом? Вот именно то, о чем мы недавно с Вами говорили в части договора о зоне свободной торговли с ЕС. Мы взяли на себя обязательства. Мы не получили взамен этих обязательств по договору о зоне свободной торговли с ЕС. Ничего, кроме уничтожения нашей экономики. По мнению заместителя председателя движения «Украинский выбор права народа» Василия Нимченко, нет никакого взаимовыгодного сотрудничества с ЕС. ЕС играет на чувствах простых украинцев, все еще питающих надежду стать полноправными гражданами Евросоюза. Но рассматривает Украину лишь как сырьевой придаток. Не более того. И именно экономическая составляющая отношения Украина-ЕС еще долго будет причиной топтания у порога Евросоюза. О разрушительных экономических последствиях подписания соглашения об ассоциации с ЕС и вступления в действие зоны свободной торговли с Евросоюзом Виктор Медведчук и команда украинского выбора предупреждали еще в 2012-2013 годах. Отдельные евроинтеграторы примерно месяц-два тому назад начали говорить о том, что, конечно, европейская мечта – это цель, европейская мечта – это главная стратегическая задача Украины. И ради этого, видимо, придется затянуть пояса. Ясное дело, что, утверждая подобные тезисы, исходили из того, что это пояса будут не тех, кто об этом говорит, а большинство граждан Украины, так, примерно где-то процентов 85-90, это им придется затягивать пояса. Вступление в зону свободной торговли с Европейским Союзом в случае, если Таможенный Союз не будет вводить никаких дополнительных пошин, переведет к снижению ВВП Украины в районе 1,2%. В случае, как бы, если страны Таможенного Союза будут повышать пошины на некоторые группы товаров, прежде всего, сельское хозяйство, потери могут достигнуть 1,5%. И, соответственно, при полном росте пошлин до уровня пошлин между Таможенным Союзом и Европейским Союзом потери украинского ВВП могут составить от 2 до 3% ВВП. Никакого экономического благополучия в ближайшие годы от 5 до 8 лет не будет. А что же будет? Естественно, будет и безработица, и рост цен, и закрытие производств, и уменьшение, причем катастрофическое жизненного уровня людей. Судите сами, насколько эти слова Виктора Медведчука, прозвучавшие еще в 2013 году, подтверждаются сегодня. Мы в 2013 году по инициативе Виктора Медведчука объехали тогда всю Украину и говорили за вопрос выбора вектора экономической интеграции Украины. Ну, не прислухались, была зона вольной торговли с Европой сформована, с Евросоюзом. Подобно этому, опять же, не желая слышать мнение украинского народа, уже в июне 2017-го, вместо попытки объединить Украину, Верховная Рада принимает закон, сеющий раскол в обществе. Так документ определяет вступление в НАТО официальным приоритетом для Украины. Потому что не все с этим соглашаются. И всегда политики исходили из комплекса того, что то, что разъединяет, надо обходить всеми возможными путями. Здесь действие направляется по принципу, вызывая огонь на себя. И вот этот огонь на себя, он вредит нашему суверенитету. В интервью британской газете Financial Times Виктор Медведчук подчеркивает опасность политики вхождения в НАТО или в Евросоюз. Украине не нужно НАТО. В сегодняшней ситуации это приведет к распаду Украины. Украина должна действовать в интересах своего развития. Это не включает в себя присоединение к НАТО и ЕС. Никто нас не хочет ни там, ни там. Более того, и представители одной и второй организации говорят, что в ближайшие 15-20 лет вам это не светит. Но страну при этом продолжают уничтожать. Поэтому, когда они говорят, что Майдан восстал в результате того, что Янукович приостановил подписание ассоциации с Евросоюзом и договор о зоне свободной торговли, они почему-то не говорят. А почему же те, которые пришли к власти, подписали этот документ, но отложили его вступление до 1 января 2016 года? Именно потому, что Европа, просвещенная в кавычках Европа и продвинутая, понимала, что если это вступит в силу сразу с момента прихода этой новой команды к власти, то обрушится все. И госпожа Меркель посоветовала господину Порошенко, вы найдите общий язык с Россией. Евросоюз, Россия и Украина. И после этого тогда можете смело приступать к не только реализации, но и внедрению в зоны свободной торговли и съезд. Ничего сделано Украины не было, и мы сегодня имеем результат. Это и падение сегодня производства, и падение экономики. Заместитель председателя общественного движения «Украинский выбор права народа» Юрий Загородний убежден, не учитывая мнение региона, партия войны ставит крест на планах по реинтеграции Донбасса. Они даже не удосужились вынести вопрос о вступлении в НАТО на референдум. Хотя без учета мнения жителей Юго-Востока Украины, результат волеизъявления не будет отражать волю всего украинского народа. Это говорит о том, что наша проевропейская, демократическая, народная власть боится народного волеизъявления как огня. Жители Донбасса не приняли навязанную им командой евроинтеграторов новую национальную идею – курс на вступление в ЕС и членство в НАТО. В Декларації про державний суверенітет України чітко записано, закріптено, що Україна в майбутньому має стати нейтральною державою, яка не прийматиме участь у військових блоках. І для багатьох українців, які 1 грудня 1991 року приймали участь у референдумі, а я хочу нагадати, що у цьому референдуму взяли участь 84,18 українці, які мають право голосу. Це найвища явка, після цього референдуму такої явки, ні на одних виборах не було. А й за незалежність проголосували 90,3 українці, які взяли участь у голосуванні. І для багатьох, хто голосував за незалежність України в 1991 році, 26 років тому назад, визначальним якраз було питання, бути чи не бути в Україні будь-яких військових блоках. Тому що я розуміла, що в цьому світі дуже небезпечно вскочити якийсь блок. Потім можна і кісток не зібрати. Нежелання власті рішать вопросы стратегічного значення, вопросы государственного устройства і форм управління, выбора вектора економічної інтеграції і вступлення в міжнародні блоки на всеукраїнських референдумах путем народного волеиз'явлення привело к розколу страни і кровопролітному протистоянию на востокі України. Моя принципіальна позиція. Якщо ми хочемо повернути Донбасс, причем не тільки території, але й головне людей, їх доверие, то должны понять, блокады, угрозы, шантаж разделяють, а не объединяють. Отношення к жителям Донбасса на временно неподконтрольних територіях, як к полноправним гражданам України, восстановлення соціальних і економічних зв'язей – це то, без чого возвращення Донбасса в Україну і України на Донбасс невозможна. Свою позицию Виктор Медведчук как прагматик всегда выражает открыто. О Викторе Медведчуке, як правило, говорят, как о человеке, обеспечивающем обмен удерживаемыми лицами с обеих сторон конфликта. Но не менее, а может быть и более важны его мирные інициативи. То, що він делал і делает як переговорщик, щоб прекратити широкомасштабні боєві дістри, предотвратити массову гибель мирних граждан і участників вооруженого конфликта. Київ должен использовать ще один ресурс – це прямого діалогу з Донбассом, з непризнаними республіками, з територіями, які іменуються Ордою і Орло. І не тільки в рамках підгруп і трехсторонній контактній групи в Минскі, але дознать бути інші контакти, які можуть зблизити позиції, з целью, стратегічній целью виповнення Минського соглашення. Лідер українського выбора права народу не тільки убеждает в необходимості прекращення протистояния, але і аналізує, що стало його причиной, і як цього можна було збіжати, як зробити невозможним подобний конфлікт в будущому. «В 2012 году я открыто предупреждал о том, що неграмотна, крайне опасна политика центральної власти по отношению к регіонам, ігноріровання їх соціально-культурних, ментальних особливостей, навязування единих стандартов і шаблонов ведет к розколу страни». «Сегодня приходиться констатировать, с 2005 года Україна не реализовала ни одной экономической, политической, а тем более геополитической перспективы, которые открывались перед ней в 1991-м, после провозглашения независимости. А ведь именно такие перспективы і план по їх реализации і були предложені і вонесені на широкое общественне обсуждення українським выборам ще в 2012-м году». «Я предложил стратегию національного успеха, новую парадигму государственного развития, которая позволяет устранить внутренние противоречия, расколовующее Україну на части, не дающее ей эффективно развиваться. Цель стратегии національного успеха – объединить Україну на основі общих ценностей, терпимости і толерантности». «Я все-таки хочу і все-таки настаиваю, і все-таки выношу эту идею в общество, чтобы мы забыли о войне і выдвинули Виктора Владимировича на совершенно другую роль, роль Созідателя, роль человека, который выставит программу развития государства, щоб народ України объединился вокруг этой программы развития государства». Я твердо уверен, партия войны не способна остановить тех, кто хочет мира і процветання для України. І тому ми говорим, і будем говорить полний голос о мирному плані Віктора Медведчука, предполагаючим діалог Києва з Донецьком і Луганськом, поиском промислов для мирного урегулировання конфлікта, реінтеграцію Донбаса і єдінства країни. «Мирний план Медведчука – територіальна цілісність України, друге – економічна самостійність регіони, федеративний устрій держави і виконання Мінських мирних угод. Цей план має право на життя, і це план, який дійсно призупинить негативні процеси на нашій рідні державі України. І це план, який буде точкою економічного зростання України». Числитель формулы стратегії національного успеха – це історико-культурне наслідие, його оцінки і іспользовання. Це демократичні способи розрішення языкових і конфесіональних конфліктів согласно історичним традиціям, ориентирам розвития регіонів і інтересам їх населення. А в знаменателе – стратегічні, общегосударственні і общенациональні цели розвития, об'єдіняюючі все об'єдіство. Іменно правительство національного единства, в якому будуть работать эффективні управленці, представляючі все регіони страни, виражаючі інтереси граждан зо всех уголков України, зможуть, осуществляя звешеннюю внешнюю внутріннюю политику, ввести страну із кризиса, восстановити її територіальну целостність і єдинство. Тільки таким образом ми зможем реалізувати идею національного единства і воплотити в жизнь, предложеннюю Віктором Медведчуком, формулу національного успеха. Во время прямой линии с россиянами в 2017 году президент РФ Владимир Путин скажет о Вікторе Медведчуке. Я считаю, что он украинский націоналист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник независимости, незалежности Украины. Что же является основой независимого государства? По мнению экспертов украинского выбора права народа, это сильная экономика. Давайте мы обратимся к нормам Конституции. О какой свободе на сегодняшний день мы можем говорить? О свободе от отсутствия мест рабочих. Чтобы зарабатывать деньги, мы свободны от материальных благ. Да, мы действительно свободны. Мне об этом ведь пишут Конституция. И эту ситуацию надо исправлять. Сила Медведчука в том, что он думает не только о дне сегодняшнем, но и о будущем Украины. Как обеспечить, чтобы заработали реальные инструменты демократии. Чтобы народ действительно участвовал о принятии стратегических, важных для страны решений, как восстановить социальную защиту граждан, экономический потенциал государства. Евразийская экономическая интеграция позволяет не просто восстановить экспертные возможности, но еще и, соответственно, плюс 10 миллиардов обеспечить Украине до тех обслуживаний, которые на сегодняшний день есть. То есть восстановить 40 миллиардов долларов и еще нарастить 10 миллиардов, а в целом 50 миллиардов долларов. Можливо, эти цифры ни про что не говорят, но каждый из вас может понимать, что 50 миллиардов долларов мы втратили на рынках Евразийского экономического союза, а за 1 миллиард долларов, МВФ, я думаю, все люди смотрят новини, земельная реформа, пенсионная реформа, обеспечения, обеспечения, тарифы на газ, это тоже, соответственно, идущие вимоги МВФ. За 1 миллиард долларов, да, они еще там может дадут кілька траншев, которые там загалом дадут 10 миллиардов, но это кредиты, которые нам надаются под очень большие процедуры. Мы же на Евразийской экономической площади готовы это нарастить и предлагаем для этого механизма. Поэтому, власный план Виктора Владимировича Медведчука по реинтеграции и восстановлению Донбасса как раз и предпочитает Евразийскую экономическую платформу для восстановления и реинтеграции Донбасса в экономику Украины. Россия ведь не чужая нам страна. Биологически мы единый народ. Мы национальные и государственные разные народы. А биологически мы выросли из одного корня. Мы создали очень схожую, близкую культуру. Нам не нужны перевозчики. Мы жили тысячелетия в одной стране. И разорвать это в одной частности совершенно невозможно. Я не думал, что между нами возникнут такие противоречия. Мне видела страна, да, независимая, да, наша, но в прежних связях, в прежнем сообществе. Для меня, соседи, я вважаю, это самое главное. Умите налагодить отношения с соседями это знака интеллигентности керевництва державы. Это знака готовности народу быть не просто народонаселением, а уже становиться политической нацией. А между странами это, безусловно, взаимовыгодные, доброзачливые и добрососедские стосунки. Так я вважаю. На этом я стою. Их можно выбудовать. Дипломатия для того, чтобы это выбудовывать. Сегодня, когда перед Украиной, перед гражданским обществом стоит крайне непростая задача объединить, сшить страну, стратегия национального успеха становится еще более актуальной. Она может стать фундаментом, той основой, которая обеспечит дальнейшее развитие Украины. Выход из кризиса, восстановление мира и стабильности, сохранение экономической и политической независимости. На деле, а не на словах. Друзья, я желаю всем нам приближения такого дня независимости Украины, который станет поводом не для печальных размышлений, а для гордости за свою страну. Страну, в которой источником власти является народ. В которой во главу угла ставятся интересы граждан, их благополучие и безопасность, а не рекомендации зарубежных спонсоров власти. Страну, которая является полноценным субъектом международной политики, а не бесправным ее объектом. Верю, что этот день придет.